Заболевания органов дыхания И вот текущая неделя Минздравом России объявлена неделей профилактики и защиты органов дыхания. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста. Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Татьяна Владимирова, врач отариноларинголог, заведующая кафедрой и клиникой отариноларингологии и сам ГМУ, главный внештатный специалист отариноларинголог Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук, профессор. Здравствуйте. Так, я сказала, профессор, повысила вас немножечко, да, и справляемся на доцента. Ну, кстати, ошибочка по Фрейду. В следующий раз, возможно, уже… Обязательно все сбудется. Да, главное – работать в этом направлении. Вот так весело началась сегодняшняя наша программа. Мы работаем в прямом эфире. И телефон в студии, вы хорошо его знаете, 202-11-22, к нам можно позвонить и задать свои вопросы доктору. Итак, как я уже сказала, неделя профилактики органам дыхания. Ну, наверное, вот прежде всего стоило бы разобрать, а что мы подразумеваем под органами дыхания? Это нос, это горло, это легкие. Вот что такое органы дыхания? Органы дыхания – это большой комплекс органов, которые можно классифицировать на, относящиеся к верхним дыхательным путям и нижним дыхательным путям. Ну, а весь этот комплекс в совокупности выполняет главную задачу – обеспечить организм кислородом, улучшить наше настроение и качество жизни. То есть мы сегодня можем обсудить и заболевания носа, и заболевания горла, и можем опуститься чуть-чуть ниже, хотя это уже, наверное, будет не ваша епархия. В настоящее время верхний и нижний дыхательные пути рассматриваются как единый комплекс, потому что часто начавшись проблема со стороны носа опускается ниже. Ну, возьмем банальную ситуацию – аллергия, аллергический ренит. И вот у пациентов с аллергическим ренитом риск возникновения бронхиальной астмы существенно выше. Отлично. Тогда говорим про все органы дыхания. Татьяна Юрьевна, вот я нашла информацию, что число заболеваний органов дыхания в России за последние три года выросло аж на 9%. Ну, немаленькая цифра на самом деле. И хочется сразу спросить, кто виноват, а следом уже, наверное, будет что делать. Но все-таки в чем причина? Почему стало их больше? Ну, наверное, одна из причин – это то, что у нас изменился состав той флоры, которая инициирует развитие проблемы. Это вирусы, их стало больше. Замечательно больше. Примером тому является ситуация пандемии, которую мы с вами прошли. И сейчас все новые штаммы появляются. Поэтому, с одной стороны, это те патогены, которые инициируют воспалительный процесс со стороны дыхательных путей. Ну, а с другой стороны, конечно, все в наших руках с вами. И элементарное иногда невыполнение определенных профилактических мероприятий. Ну, в частности, например, соблюдение календаря вакцинации может привести к тому, что заболевания встречаются чаще. Ну, хорошо. Если вы заговорили про вакцинацию, а у нас же органы дыхания, что, например, о каких прививках вообще вот может идти речь? Ну, я могу предположить, наверное, пневмокок, да? Ну, в настоящее время, конечно же, есть определенный календарь вакцинации, например, для детей. Все это понятно, но сегодня мы говорим про дыхательную систему. Совершенно верно. И поэтому на дворе у нас с вами осень, золотая пора. И, конечно же, нужно вспомнить о том, что именно осенне-зимний период – это вспышка определенных респираторных вирусных инфекций. И когда мы говорим слово «вирус», прежде всего мы вспоминаем, конечно, про вирус гриппа. Поэтому про вакцинацию против гриппа мы тоже должны с вами сейчас упомянуть. Ну, конечно же, это пневмококк. Ну, и еще ряд вирусов, которые тоже могут вызвать проблемы. Ну, в частности, герпес-вирусная инфекция. Есть определенные вакцины, которые этому способствуют. Но сегодня, я думаю, мы не будем углубляться в проблемы вакцинации, поскольку речь шла о тех факторах, что способствует росту заболеваемости. Ну, вот, наверное, часть факторов мы перечислили. Ну, и еще определенный момент накладывает образ жизни пациента, конечно же. Сейчас начался отопительный сезон в наших домах. И поэтому во многом, если имеется определенный дисбаланс температурного режима, влажности в помещении, то, соответственно, тоже может страдать наша слизистая оболочка, слизистая оболочка носа, верхних дыхательных путей. И это может приводить к тому, что те патогены условные, которые существуют вокруг нас, условно-патогенная флора, или вирусы, которые попадают к нам, они остаются на нашей слизистой оболочке и могут опять-таки инициировать воспаление. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? У меня вопрос. Я хотела бы узнать. У меня у ребенка хронический тензелизм. Какие методы лечения нам означают омывание кламм в миндале? А как часто вы это делаете? Два раза в год. Насколько это полезно, вредно? А мы можем уточнить у нашего зрителя, какой возраст у ребенка? Десять лет. А диагноз как давно поставили? Два года назад. То есть восемь лет. Да, на поле рекламирования коронавируса, у него было осложнение. Понятно. И вам приходится промывать сколько раз в году? Два раза или чаще? Два раза. Весна-осень. Мы поняли. Можно уже ответить, наверное. Да, суть вопроса понятна. Действительно, проблема, касающаяся хронической патологии, в частности, хронического тензелита, она достаточно часто встречается. И в данной ситуации, конечно же, мы не зря уточнили возраст, когда был поставлен диагноз. То есть это период, как раз когда идет изменение и формирование еще лимфоденоидного глоточного кольца. Поэтому часть признаков хронического тензелита, такие как увеличение необных миндалин, это закономерные процессы, которые происходят в момент формирования, роста ребенка. С другой стороны, если есть другие признаки, например, содержимое в небных миндалинах, это гной, жидкий гной или казуозные пробки, вот именно тогда врач от рингеринговок или врач-педиатр, который наблюдает этого ребенка, рекомендует, соответственно, проведение определенных процедур. И эти процедуры чаще всего связаны с удалением гной, потому что именно наличие такого патологического содержимого может повлечь за собой ряд проблем и со стороны дыхательной, и со стороны желудочно-кишечного тракта, и сердечно-сосудистой системы. И то, что вам доктор порекомендовал промывать небные миндалины, это правильно. Но, с другой стороны, если это не совсем компенсирует определенную ситуацию, связанную с заболеванием, мы можем это дополнять другими воздействиями, в частности, использованием физиотерапевтического лечения, использованием средств, ну, естественно, предварительно исследовав иммунный статус, средств иммунотропной терапии. Ну, вот мама здесь, видимо, беспокоится о том, не вредно ли это для ребенка, вот такие промывания. Ну, промывания не являются вредными, поскольку они выполняются в специализированных условиях. Конечно, это не совсем, наверное, приятная процедура, поскольку связана она с воздействием на небные миндалины и выполняется через рот, а здесь у нас глоточный рефлекс, и не всегда это воспринимается ребенком положительно, но важный момент как раз-таки уточнить структуру самих небных миндалин, потому что иногда вовремя выполнены малоинвазивные хирургические вмешательства, также могут оказать положительное действие. Скажите, Татьяна Юрьевна, вот когда-то считалось, что если удалить миндалины, то все здорово и больше болезней никаких не будет. Что современная медицина об этом думает? Современная медицина пришла к выводу, что, соответственно, вот эти элементы, которые выполняют роль таких строжевых постов и стоят на границе внешней среды и внутреннего нашего барьера микробиоциноза, они выполняют очень важную функцию. Они распознают антигены, а распознавание антигена приводит к формированию антител. Тем самым организм настроен на выполнение защитной функции. То есть это местный иммунитет. И нет в нем ничего лишнего получается. И удалив миндалины, мы, получается, с вами лишаем организм вот такого защитного поста. И это может привести к ряду определенных проблем. Однако есть четкие показания, когда удаление миндалин является необходимой процедурой. И оно выполняется по абсолютным показаниям. Ну, видите, а в советский период почти... Все, кто вырос в то время, сейчас практически все без миндалин. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый вопрос, доктор. Конечно. Сейчас делать вакцину от гриппа можно и от пневмокока. Понятно? Иди, можно еще? Прекрасный вопрос. Спасибо вам за него. Сейчас делать вакцину еще не поздно. Ну, естественно, нужно соблюсти определенные моменты, то есть подготовиться к этому процессу и обязательно совершить визит к доктору, к врачу-терапевту. Ну, поскольку вопрос был от взрослого пациента, как я понимаю, или врачу общей практики. И самый главный момент, то есть который является противопоказанием к выполнению прививки, один из самых главных, это наличие симптомов простуды. То есть если вы не совсем здоровы, конечно же, это является моментом, ограничивающим вакцинацию. В другом случае вам нужно подойти к доктору и, соответственно, посоветовавшись, проведя определенную процедуру осмотра, вы можете этот вопрос решить. Ну, вот главное, что еще не поздно. Татьяна Юрьевна, мы с вами вот уже заговорили про танзелит, благодаря тому, что нам позвонила зрительница. Ну, может быть, тогда и стоит и продолжить еще все-таки про болезни, которые подстерегают наше горло. Вот самые, может быть, часто встречающиеся из них. Единственное, я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня в нашей студии, в гостях Татьяна Владимировна, главный оториноларинголог Самарской области, вот так вот, наверное, будет понятнее сказать. И мы сегодня говорим о защите органов дыхания. К нам можно позвонить 202-11-22. И так, кроме танзелита, там могут случиться еще масса-масса проблем с нашим горлом, правда? Ну, конечно же, круг проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы, как врачи-специалисты, достаточно широкие. Это и проблема фаренгитов, проблема аденоидитов у детей. Это проблема, касающаяся голосовой функции, у оренгиты. И вот эта проблема, она часто как раз приводит к профограничениям. Ну, в частности, для тех лиц, которые несут повышенную голосовую нагрузку. Ну, в том числе, да, для людей нашей профессии. Ну, вот я для себя так отметила, что на основании того, что вы говорите, по сути, вот, ну, враги, да, враги наших органов дыхания делятся на три группы. Это инфекционные, аллергические, и, наверное, есть еще аутоиммунные. Или вот это здесь уже не имеет оснований? Конечно, есть аутоиммунные заболевания, но здесь нужно уже такой междисциплинарный взгляд на эту проблему, потому что мы, вот, рингерингологи, сталкиваемся уже с проявлениями со стороны наших органов тех самых аутоиммунных проблем, которые имеются у ребенка. Ну, в частности, проблем гематологического характера, ревматоидной, то есть этиологии. Поэтому здесь мы... То есть мы сейчас уйдем с вами в дальние дали и не успеем вернуться к нашему органу дыхания. С учетом сезона, с учетом того, что мы ожидаем, да, а мы всегда ожидаем с вами осенью и зимой, что проблема, наверное, больше будет касаться даже не аллергии, а именно вирусной и бактериальной природы наших заболеваний. Вот давайте сейчас еще раз к ним вернемся, но буквально через одну минутку сейчас узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы не виделись. После этого продолжим разговор. В России выявили 10 случаев заболеваемости коронавирусом Перола. Это россияне, приехавшие из Турции и Германии. Роспотребнадзор ожидает распространения нового варианта коронавируса в стране. Медики Сызрани освоили новую операцию. Это формирование артериовенозной фистулы пациентам с хронической почечной недостаточностью. Операция помогает предоставить постоянный доступ для проведения диализа. Ранее на такие операции пациенты направлялись в областные учреждения. В Сергиевском районе откроют новый фельдшерско-акушерский пункт. В модульном здании будут получать помощь, наблюдаться, проходить диспансеризацию и профосмотры жители села Успенка. В новом ФАПе развернутый процедурный кабинет, совмещенный с приливочным, холл, отдельное помещение для приема пациентов. Врачи больницы имени Симашко освоили новый метод высокотехнологичного лечения. Остеотомия – это хирургическая процедура, которая используется для изменения формы и направления кости путем искусственного перелома. Метод стал важным прорывом в борьбе с проблемой неправильно сросшихся переломов лучевой и локтевой костей, операциями на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием компьютерной навигации. Медработники в Жигулевске совершили более полутора тысяч выездов к пациентам на новых автомобилях. Машины ежедневно используются для доставки участковых терапевтов и педиатров на вызовы. Людей старшего возраста и маломобильных пациентов привозят в поликлинику. Всего в этом году в медучреждение региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи. Итак, мы вернулись в студию и с главным отариноларингологом Минздрава Самарской области Татьяной Владимировой продолжаем говорить о том, как же нам защитить свои органы дыхания от различных заболеваний. И вот мы говорили много про горло в первой части программы, но вообще правильнее дышать-то ведь, наверное, носом, и именно нос, скорее всего, первым встречается с инфекцией. А вот скажите, пожалуйста, о чем может говорить постоянная заложенность носа? Вот бывает, что человек чувствует ее все время. Ну, постоянная заложенность носа прежде всего должна нас настроить на ряд вопросов. Первый вопрос – это вопрос, связанный с аллергической сенсибилизацией, потому что заложенность носа такого постоянного характера достаточно часто встречается у пациентов с аллергическими процессами, ну, в частности, с аллергическим ринитом. Постоянная заложенность носа может быть связана также с полипозным процессом, полипами носа, так называемый полипозный риносинусид. Ну и, конечно же, если постоянная заложенность носа с одной стороны, то мы обязательно задаем нашему пациенту вопрос, связанный, а не было ли травм в анамнезе, потому что очень часто возникает этот симптом, одностороннее именно нарушение носового дыхания после у пациентов с искривлением перегородки носа. Отлично. Мы с вами сразу же ответвление от темы и сразу же интересные вопросы про искривление перегородки носа. Оно бывает от травм или бывает врожденное? Бывают разные варианты искривления, поскольку перегородка носа имеет хрящевой отдел и костный отдел, именно в момент роста ребенка бывают ситуации, что скорость роста хряща и кости, они разные, и возникают, так скажем, варианты искривления перегородки, которые может доктор во время осмотра увидеть. Но здесь важный момент, насколько это искривление нарушает функцию дыхания. Совершенно верно. Всегда ли необходимо с этим что-то делать? Нет. Предварительно я уже как бы подвела к варианту этого ответа. Почему? Потому что визуально мы видим это искривление, но если оно располагается в том участке, который активно не задействован в аэродинамике, в момент вдоха, когда именно возникает затруднение, пациент это описывает, как затруднение дыхания, заложенность носа, то, соответственно, это искривление можно не исправлять. Но, конечно, предварительно нужно еще задать ряд вопросов и провести исследование функции дыхания. Какой вопрос самый главный? Бывает ли у пациента гайморит в анамнезе? Так. Именно с этой стороны. То есть вот если анатомия носа приводит к нарушению дыхания и к развитию частых рецидивирующих воспалений со стороны околоносовых пазух, в частности, верхнечелюстной, или гайморит, как мы говорим, то это является поводом для обследования боли полного с использованием метода оценки носового дыхания, выполнением лучевых методов исследования, в частности, компьютерной томографии, для того, чтобы полностью разобраться в ситуации и предложить пациенту тот вариант лечения, который мы видим. Но вот это очень ответственные люди или очень тревожные люди приходят к доктору, проходят вот эти обследования и как-то разбираются с этим. Для многих гораздо проще пойти купить капли сосудосуживающие и, поскольку они на какой-то период облегчают дыхание, собственно, закапал и все, не нужно идти к доктору, не нужно тратить время на обследование, но вот такой какой-то выход, который может привести к чему в конечном итоге? Ну, этот выход, к сожалению, имеет определенный конец, да, и конец заключается в том, что каплями сосудосуживающими деконгенстантами мы можем пользоваться безопасно не более 7 дней, и то соблюдая определенный режим дозирования, особенно это важно для детей, потому что нередки случаи интоксикации, которые могут развиться на фоне использования капель сосудосуживающих. И если этот барьер перешел уже за 2 недели, 3 недели, более месяца пользования, то возникает вопрос, не развелась ли медикаментозная зависимость, так называемый лекарственно-индуцированный ренит, медикаментозный ренит, это все синонимы, ну, а в народе очень часто говорят нафтезиновая зависимость. А это вообще частая история из вашей практики? Вы знаете, это частая стала история, и эта история касается не только людей взрослых. Вот у меня буквально в начале недели был на приеме пациент, ребенок 10 лет, у которого родители отметили факт, что он стал зависимый от капель. О, какая печальная история. И пользуется ими уже после эпизода вирусной инфекции в течение полутора-двух месяцев. И вот это насторожило родителей, и как раз-таки момент обращения был связан, помогите избавиться нам от этих капель. Сейчас поговорим, как избавиться, только послушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 Вот такой вопрос. Я два раза подряд переболела пневмонией. У меня был сильный кашель, и после больницы у меня пропал голос. Появляется какая-то шишка, я начинаю задыхаться, и вот 4 месяца уже происходит. Что мне сделать? А вы обращались к какому-то специалисту после этого? Конечно, я по уру обращалась, и у терапевтов наблюдалась. Но они как бы ничего не могут сделать. когда они не обращают внимания вот на то, что у меня 4 месяца вот такое состояние с горлом. Ну, здесь, конечно же, многое зависит от того, к какому специалисту, наверное, обращался наш пациент. Ну, лорд тоже прозвучало. Потому что я понимаю, что от рингерингов тоже мог осматривать, но, к сожалению, не всегда все процессы можно увидеть только глазом, проводя обычными методами осмотр. Поэтому, если проблема с голосом продолжает беспокоить нашего пациента, конечно же, необходимо спектр обследований расширить. Для этого нужно взять в амбулаторном поликлиническом учреждении направление уже в те стационары, учреждения, где есть соответствующая возможность выполнить фиброларингоскопию, видеоларингоскопию, и прийти прицельно для проведения этих методов исследования. Какой врач может дать такое направление? Это направление может дать даже врач-терапевт, врач общей практики в том числе. То есть, просто надо запомнить те обследования, которые направлены на визуализацию голосовых складок и изучение их подвижности. Теперь давайте попробуем в оставшиеся очень-очень-очень мало времени все-таки успеть рассказать, возможно ли избавиться от этой медикаментозной зависимости в связи с носом и еще успеть по профилактике. Ну, конечно же, избавиться от медикаментозной зависимости можно попробовать. С двух сторон требуются усилия. Конечно, со стороны пациента это строгое выполнение рекомендаций, которые дает врач выполнять определенный комплекс дыхательных упражнений в том числе. Использовать обязательно мы назначаем ирригационную терапию, то есть промывание носовые души, которые тоже имеют определенную такую положительную роль. И, конечно же, есть ряд методов хирургической коррекции. Но нужно помнить о том, что, как и любая зависимость, она может вернуться к человеку, и вот эта зависимость после очередного длительного применения капель также может вернуться. Поэтому все в руках того пациента, который настроен. Наше здоровье в наших руках. и так все-таки основные методы профилактики органов дыхания. Вы уже сказали, что образ жизни сам по себе это уже профилактика, правильный образ жизни. Что еще все-таки можно предпринять? Особенно сейчас в такое архипростудное время у нас буквально минутка осталась. Ну, главное, наверное, это промывание носа, о которых я хотела бы буквально сказать, что они играют определенную положительную роль. Просто нужно использовать в большинстве случаев, если человек не заболел, а применяется с профилактической целью, это растворы изотонического характера. Не солевые, которые содержат повышенное количество соли, гипертонические, а изотонические. Ну, и вторым важным моментом это, конечно же, соблюдение определенных правил выполнения дыхательных упражнений, если у вас имеется проблема. Татьяна Юлиевна, я благодарю вас за этот прекрасный разговор. Друзья, используйте эти рекомендации и обязательно будьте здоровы. Мы увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова